Христос воскресе! Воистину воскресе! Читаем Евангелие от Матфея вместе. Сегодня читаем 15 главу. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал, почитая отца и мать, и злословище отца и мать, смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу и матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего и мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим, лицемеры. Хорошо пророчествовала вас Исайя, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». И призвав народ, сказал им, «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. И оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А если не умытыми руками, не оскверняет человека. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, «Я послал только к погибшим, послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола господых». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их, не евшими, не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь, и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв всем хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков, всем корзин полных. А евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей, и отпустил народ он. Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. В этой главе мы прочитали, как фарисеи, книжники, они всегда искали, как же уловить его в чем-то, заподозрить, раскрыть что-то, что он неправильно делает. И вот говорят ему, почему нарушаете заповеди Божии, едите хлеб, ученики едят, не умывши рук. Потому что у фарисеев было много разных таких правил строгих, что придя с торгой или откуда-то надо обязательно все помыть, и руки, и всю одежду, чтобы прежде чем начать трапезу. То есть было очень много внешних правил. И вот Господь указывает им, что сами они нарушают законы. По закону сказано, нужно чтить отца и мать. И злословище отца и мать смертью умрет. А они говорят, что если дар Богу сказать, что то, что они должны отдать матери и отцу, они дают Богу, то им уже не нужно. Могут не почитать ни мать, ни отца. Он говорит, вот вы лицемеры. Потому что сами нарушаете законы. И говорите одно языком своим, учите, а добрых дел не делайте. Поэтому и сказал ученикам своим и народу, что что входит в уста, не оскверняет человека. А вот что выходит из уст человека, то и оскверняет. Ученики даже попросили подробно объяснить его. И Господь объяснил, что то, что мы кушаем, все, все, что мы пьем, кушаем, это все выходит вон из тела человека. А вот как раз слова наши, они выходят из сердца. То есть мы сами это все производим. И из сердца наше выходят и помыслы, и убийства, и прельбодеяния, и кражи, и лжесвидетельства, и хулинь. И все это оскверняет человека, потому что из человека выходит. И вот сказал Господь, поэтому не внешне вот эти правила нужно соблюдать, а соблюдать свою, вот сейчас мы понимаем, совесть, это куда и вложены эти правила божественные, которые мы и должны соблюдать. Вот когда они вышли оттуда, женщина одна, но женщина хананиянка, не израильтянка, бежала за ним и кричала, «Дочь моя беснуется жестоко, помоги мне!» Но он молчал, а молчал он для того, чтобы ученики видели это все. И они попросили даже за нее, отпусти ее. Она бежит за нами. Но они ее тоже, обладая уже даром исцеления, и они ей не помогали, потому что знали, что она хананиянка. И Господь сказал ей, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. То есть, казалось бы, он обидно ей сказал, но женщина все равно стала его умолять и просить, что хотя бы даже крошки, которые падают со стола, псы тоже едят. То есть, она себя уничижала, смиряла, она не обиделась. Она просила, все равно и шла за госком. И тогда он сказал, вера твоя велика. И дочь ее исцелилась в тот же час по вере этой женщине, хотя она не была призвана, к ней не обращались ни ученики. Но она поверила, пришла к Господу, бежала за ним. То есть, она делала усилия очень большие и обращалась к Господу. И не сразу, но он помог ей, он исцелил в виде ее веры. Поэтому по вере дается. И вот, когда они пришли к морю галилейскому, он зашел на гору, и там к нему много больных, хромых людей принесли. Он всех исцелял, так что люди все прославляли Бога. И вот, увидев множество народу, Господь Иисус Христос сказал ученикам, жаль мне народ, что уже давно, три дня уже при мне, им нечего кушать. И сказал им, сколько у вас хлебов? Было семь хлебов и немного рыб. И снова Господь сказал, взял эти хлебы, благословил хлеб и рыбу, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И снова умножилось это все. И все насытились, и еще осталось семь корзин. Вот так вот Господь может все приумножить так, что еще будет в изобилии. И все на Ельс, а было людей около четырех тысяч, кроме женщин и детей. Снова говорится, кроме женщин и детей, значит, было их намного больше. Не четыре тысячи, а много больше. Так что, если будем просить, по вере наше и исцеление будут, и напитает Господь, и еще будут запасы нам необходимые. Так что, будем обращаться к Господу, верить в Него и спасаться. Спаси Господи!